Супер, супер, пап Это Англия Ром, вы же пересекались с Харри Кейном в Тоттенхэме Ты тогда понимал в 2012 году, что растет величайший нападающий в Искурианг? Мы, конечно, были в одной команде Он практически с основной командой тренировался Он был молодежкой, его перевели к нам Шкет вот такой, да? Да, он маленький, молодой, такой корявенький был Я смотрел, думал, как ты в футбол собираешься играть? У него такие мысли были Ну, обычный просто То есть, ничего из сегодняшнего Харри Кейн ты не видел? Я никогда не мог подумать, что он станет игроком сборной, капитаном сборной Что он еще забивает по 20, поскольку он по 30 забивает Никогда не думал Обычный он такой, простой футболист А, дожди секунду, а кто в нем это разглядел? Как это произошло? Ну, Рэдом точно не разглядел Сразу как раз козыри зашел Двадцать секунд придержался А, оказывается, какие футболисты с нами тренировались Ну, он же по рентам катался там еще долго Уже после того, как ты ушел Да, но я это не помню уже, честно Я не помню Где он был? Как-то я за ним не следил То есть, это должен был приехать европейский тренер Почетина и тогда в него поверить Такой, ну, как бы назовем Подлевая эту линию уже Усколобый англичанин Увидеть в Кейне крутого нападающего не мог Ну, это такая ситуация Например, вот сейчас братья Миранчуки Да? Алексей выиграл в основном составе А Антона по арендам ездил А вот и Юрий Павлович разглядел И того, Антошку И вместе с Лёшкой начал его ставить состав И смотри Просто незаменимый Юрий Павлович наш раздакал Все-таки, видишь, есть специалисты, которые Наверное, что-то видят футболисты Слушай, а ты говоришь за Кейном не особо сейчас следишь А вообще за... Нет, сейчас, конечно, я смотрю За командой слежу, смотрю А какой последний матч в Тодденхаме ты видел? Последний матч Тодденхэма Слушай, ну, хотя бы в этом сезоне Не, ну, в этом все, чемпионат, смотрю Последние две игры я не смотрел При Маурине А до этого... С кем я смотрел? На Лигу чемпионов я, по-моему, смотрел А, ну Тодденхэм понравился? Да мне Тодденхэм всегда нравится Нет, ну, только они играют сейчас Сейчас у них такой рубежный период Слушай, ну, сейчас на команду уже смотрят Как не просто там команда Как раньше-то была там, да? Средняя Сейчас уже смотрят как Наверное, фавориты там даже Тоже Лиги чемпионов Но команда была в финале И уже воспринимают как серьезную команду Топового уровня Сейчас о Челси, о Манчестере Так не пишут, не говорят Как говорят о Тодденхэм Но, смотри, я так понимаю Из всех зарубежных команд Тодденхэм это главная команда В твоем внимании сейчас То, что из этих тебе в инстаграм Там раз в месяц, в два месяца Появляется фотография В форме Тодденхэма Какие-то воспоминания Привет Модричу Или еще кому-то передаешь Ну, потому что свои ребята И я четыре года провел Вместе с этими футболистами И Лука Модрич, Бэйл Они в Реале Я всегда тоже за Реалом следил И финал лидич А ты же любимый клуб, да? Из нерусских? Ну, вообще Из детства, да Реал, моя команда Подожди, Модрич не подгонял футболку? Ну, мне Модрич подогнал Бэйл, потом даже расписались С командной Да, мне привез Чарлука Я его просил Поешь сборную И привези мне Попроси Луку В этом футбольном мире Все так цепляется Одно за другое И они мне Что то, что тот Они мне одинаково написали Там, супер пап Мы по тебе скучаем Там, тебе удачи Это футболки уже после финала Фиги чемпионов С Реалом, да? Нет, это Это было Я еще в Локомотиве был А, то есть давно Я был в Локомотиве Может быть, это может быть Четырнадцатый год, наверное Тринадцатый, четырнадцатый год Это еще Модрич, наверное, под девятнадцатым номером Играл Ну точно, еще без золотого мяча Девятнадцатый номер, да У меня висит А, Ром А правильно убрали Почетина И назначили Маурини? Мы тут уже все языки сломали Споря на эту тему Слушай, ну То, что я читал То, что говорят Ну, говорят неправильно Ну, не знаю Ты это как думаешь? Блин, ну При нем команда Блин, ну Не знаю Выглядела хорошо Препочитиво Да, я не знаю Для чего было это все сделано Ну, может быть Какие-то свои интриги Там Я не знаю Трудно сказать Я просто не знаю В этой паре Почетина Маурини Кто тебе симпатичнее? Не, ну Маурини только начал Две игры, да? Сколько он? Две игры, да Две победы Кто его знает Может быть Я с Маурини Маурини же такое Что Может быть Лигу чемпионов Кто его знает Ну, просто тот результат Который был Два Маурини Ну, наверное Не каждый президент Сможет взять на себя Такую роль И взять Убрать Такого тренера Кстати А с Леви Вы в твоей бытности Игроком общались? Что это за мужик вообще? Общались Ты знаешь У меня была история Я когда расскажу Это была история И он мне сказал Я единственный раз В своей жизни Приезжал лично домой Только к одному футболисту Это ко мне И упрашивал его Чтоб я не уезжал Ну Это уже через несколько лет После того, как ты пришел Но это я уже Попрощался Двенадцатый год Это последний год Моего присутствия В Томбике Агентство Зимой двенадцатого Да Я начал уже Я понял, что я Примерно перестал играть Уже окончательно И я начал Просить агента Чтобы разговорили Вели разговор о моей продаже Вот И начали Пошли разговоры Тут вышел локомотив Да Предлагали за меня деньги Ну и все А я уже настроился Все уезжать Я это говорил И президенту Что я хочу уехать И главным тренером Ну тренеру понятно Уже Врядно было все равно Буду я в команде не буду Ты такой подзадоривал Остальных попадающих И потом мне Перезвонил агент Говорит Завтра Леви Хочет тебе приехать домой И с тобой пообщаться Я говорю Ну хорошо Ну вот Назначили время Стук в дверь Давай поясним Это четвертая зона Лондона Это где-то там На окраине В лесах Вот туда Припарковывается К твоему дому Лимузин Леви Вот так это было? Ну там не лимузин Обычный рейнджер Он ездил на рейнджеровере Обычно Без охраны Спокойно Один приехал Сам за рулем Сам за рулем Да Он сюда ездил Сам за рулем Это не у нас Там приезжают С охраны С автоматами Нет Спокойно Там люди Нормально Мы остановились На стук двери Из рейнджеравера Вышел Стучи Открыл дверь Я Ну потому что Я уже понял Что это он приехал Заходит один Я смотрю Припарковый рейнджеравер Ну и все И сели Агент был Как раз Мы с женой Сели Потому что Начали обсуждать Дальнейшие планы Вот Разговаривали Разговаривали Я ему все высказал Своё мнение Что я хочу ехать Я не играем Я это не устраивает Вот он меня слушал Внимательно Долго слушал На английском Ты уже говорил Ну с переводчиком С переводчиком Ну куда Вот И Потом у меня выслушал И такой говорит Ром Знаешь что Я как раз Что Он говорит Если бы ты был А сначала Он сказал Я никогда Не приезжал Никакому футболисту Лично домой Он себе цену набил Да Я говорю Ты единственный футболист Который у меня приехал домой И я хочу тебя попросить Одну Чтобы ты Такие вещи не говорил Не уезжал Говорит Если бы ты был мой сын Он говорит Я бы тебе прям сейчас Как дал бы тебе По заднице Так мне и сказал Я говорю Почему Он говорит Но я не понимаю Как можно Президенту Тоддхама Говорить Я хочу уехать Из Англии В Россию Играть в футбол Он говорит Да меня Я не понимаю Как-то У меня тоже не укладывает Сроки Честно скажу И мне так стало стыдно Я говорю Ну так Но хочется играть Я потом начал говорить Что сборная Евро 12-й год Евро Говорю Мне тренер Еще сказалось Ты играть не будешь Я не вызову Я говорю Ну поймите Меня туда-сюда А там еще Были разговоры Меня еще В аренду Хотели взять Сандерлен По-моему Ливерпуль Тогда вы хотели Меня в аренду взять Но он мне сказал Что Я тебя в Англию Никуда не отдам Потому что я вижу Это усиление команды Говорит Тогда Или ты в России Или в Европу Тогда все Ну договорились Он нормально Отнесся к этой ситуации Он говорит Ну раз ты так решил Ну значит Твое дело Говорит Я тебя отпущу То есть ты ему сказал В итоге этой беседы Нет Ты хочешь уйти То есть он тебя не переубедил Да Он мне начал говорить Что ну сегодня Редно пьет Завтра его нет Потерпи Может быть все поменяется Но я сказал Как бы я все Для себя решил Что все Хватит Если бы он по-русски сказал Может быть это Возымело Тогда Выучил пару Как он уходил Получив от тебя То есть Человек который Привык добиваться Своего Пришел к тебе домой Проехал через эти Все перди Ваши Все зоны И ему сказали Иди нафиг отсюда Как он уезжал Я вот как он уезжал Я не помню Я вовек он приехал Потому что я дверь открывал А как он уезжал Я не помню Но почему он не хотел Чтобы уезжать Потому что там была Леви Там еще один хозяин есть Их два хозяина Вот И второго хозяина Семья Всегда они После игры Там я когда забивал Команда выиграла Дети Его жена Они всегда меня поздравляли И он мне Вот тот второй хозяин Он меня очень сильно любил И он не хотел Чтобы я уезжал Потому что его дети просили Чтобы Рому никуда не продавали Потому что это наш любимый игрок И он говорит Мы так не хотели Чтоб ты уезжал И тебя здесь любят И болельщики Ну так вот видишь Как получилось Но уехав в Россию Я потом так жалел Спустя там месяц или два Жалел что уехал Жалел что уехал И вот когда у меня сейчас спрашивают Чтобы ты поменял в своей карьере Ну наверное блин Если вернулся назад Тот наверное не уезжал Были с кем-то вот такие Судьбоносные разговоры До того как уехать В Англию Здесь в России Кто-то советовал С кем ты общался Карпин Кто еще Сам Карпин кстати рассказывал Что это он тебя уговорил уехать Это правда? Он меня уговорил Это давай восстановим Это август 2008 года После чемпионата Европы Карпин спортивный директор Карпин сначала приехал к моей жене Потому что первый раз Когда были разговоры О Тоттенхэме Я отказался Я сказал нет Все меня здесь устраивает Все нормально Ну за меня большие деньги допали Поэтому Валерий Георгиевич понимал Что 14 миллионов Насколько я понимаю Что Нет 17 17? 14 наверное фунтов Нет это за 14 меня локомотив купил А все Может быть Да Вы все И он приехал к моей жене Помню Мне как Лариса рассказала На даче А мы были на выезде Где-то играли Со Спартаком У меня не было дома Он утром приехал Уговаривал Ларису сначала Потом Чтобы понимать Директор команды Чей игрок В общем Хорошо играет Пытается его Втюхать в Англию Подожди Но тут вопрос Втюхать для того Чтобы заработать денег И для того Чтобы этот игрок развивался Ну я думаю На первом месте Наверное стоит Бабки 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 Да Не то что Как я там буду развиваться И играть И я не думаю Что на тот момент Валерий Георгиевич Хотел чтобы я там играл И он сидел Утилизер И прям наслаждался Моей игрой Я думаю там Другие Другие Шаним наслаждался Да Другие интересы были Ну Ну вот он приехал К Ларисе Павлюченко Да Он начал уговаривать Чтобы я уехал Все таки Это Англия И он говорил Что Я сам играл в Европе Я знаю что такое Европейский футбол Вы не пожалеете И все И окончательное решение Когда я принял Что надо уезжать Когда мне Георгиевич сказал Ром Ну ты понимаешь Если ты останешься У нас есть Велетон Первый нападающий Ты будешь вторым Будешь сидеть на замене Тебя это надо Я тогда понял Что как бы Еще не знал Что есть Реднам Тогда Я тогда понял Что скорее всего Это будет Мой крест Если я останусь Это будет Моя лавочка Или еще куда-нибудь В аренду поеду Поэтому я решил Надо ехать пробовать Вот с какими ты чувствами Уезжал Это было что Это был какой-то страх Растыни Это была Такая боязнь Была Страх Ты до этого Был в Англии Вообще Когда-нибудь Нет Вообще Играл тогда С Селтиком Вы были в Глазго В Англии Это был твой Первый приезд Ты подписывал контракт Да В Англии Не был В Шотландии Да Мы играли Боязнь была Если бы я был бы один Или детей Не было Может быть Боязнь Не было Поехала бы Но так Ребенок Я понимал Что это Во-первых Менталитет Язык И ребенку Нужен Сад Школа И у тебя Напрягали бытовые моменты Что касается футбола Ты ехал В Тоттенхэм Тогда еще не было родных Тогда тебя звал Между прочим Напомним Испанский тренер Хуан Драмас Который проработал Полтора месяца С момента твоего Дебюта Даже чуть меньше С ним разговор был Какой-то По телефону Он мне сам лично Позвонил Когда я уже Второй раз Отказался Он мне лично Сам позвонил Со словами Я никогда никому Не звонил Они сидели С моим агентом Олегом Артемом И Олег Сначала мне позвонил Так-так Мы вот сидим С Фондерамосом И я ему Сейчас руку передам И он тебе скажет Ну у меня что-то Начал Не помню По-моему на английском Или на испанском Не помню Начал мне что-то говорить Говорить Я такой Ага Тогда сюда Потом берет переводчик И все мне это переводит На что-то эмоции И я просто понял Что он меня ждет И блин Все У него я номер один В команде Как форвард Давай прижать И после того Как он мне позвонил Я сразу понял Что надо ехать Я говорю Олег Давай Оформляйте Я готов А ехал в автобусе Мы только прилетели На лигу чемпионов Я в автобусе еду В гостиницу еду А завтра игра Я звоню Давай Давай Все Приехали в отель Команда пошла На обед А я на ресепшене Ждал машины Чтобы в аэропорт И улететь В Москву Я даже не попрощался С ребятами Это была доигры С Динамо Киев То есть 0-4 Уже без Павлюченко Да Без меня А первый матч За Тоттенхом Ты помнишь? Я такая шпаргалка Скажи Ты помнишь С Астанвиллой С Астанвиллой Мы играли Дома в гостях? Нет Мы играли дома Я помню Первый матч свой С Астанвиллой По-моему 1-0 Мы проиграли 1-2 проиграли 1-2 Но смотри Два очка Вы набрали В 8 матчах При Хуанде Рамосе Который так тебя Хотел видеть В своей команде И приходит Харри Рэднам Англичанин Очень авторитетный тренер Выигравший до этого Ну пусть скромный Но у него Кубок Англии был Что-то еще То есть он В принципе Авторитет Не считал номером 1 Как считал Хуанде Рамос Твои чувства И как это было вообще Когда заступил Харри Рэднам На посттренера Когда он только пришел То Я Первые матчи На игру или две Я играл в составе Потому что до этого Играл в составе Но Потом Когда трансферное окно Открылось И Когда пришел Крауч Дефо Ты понял Крышка Я понял Что Я просто Понимал Что Эти футболисты С ним были В Портсмане Я понимал Что они за ним Пришли И тогда Стало ясно Что я При Рамосе Приезжал Как первый нападающий Сейчас я уже Третий смотрю Знаешь А там дальше Было еще интереснее Когда вернулся Роби Кин Ой Он у вас же еще Роби Кин А Де Байор Пришел Вандер Вард Представляешь У нас какая атака была Слушай Лучшая атака У нас была Какой хайкинг Черт У вас очень много Было разговоров Через прессу С Рэднопом Вы постоянно Друг о друге Высказывались Ты говорил о том Что он мне не дает играть Очень часто такое было Он так В аккуратной манере А он говорил Что Павлюченко Выдающийся футболист Но которому Не хватает агрессии Не хватает Какой-то Футбольной дисциплины А вот разговоры Один на один Вне прессы У вас были друг с другом Какой был самый Такой Не знаю Характерный разговор Конечно были Когда я понимал Что Я не играю И я к нему Зашел в кабинет Говорю Давайте Ну хочу поговорить Так На white hardline На стадионе Нет Это на базе После тренировки Твоя инициатива Ну конечно Да Я просто хотел узнать Почему это я Например забил Следующую игру Там сыграл Не забил Потом я опять Две-три игры Я сижу Я подошел Объясните В чем Какие проблемы Вам это у меня Наш как ответить Он мне говорит Ром Если ты хочешь Играть в составе Ты должен забивать Каждую игру Вот так у меня сказал Я говорю Ну так не бывает Но ни один forward Не может забить Каждую Ну так Он говорит Посмотри У нас какая атака Если ты хочешь играть Тоже в каждой игре Забивать Хорошо У него есть Были Вот когда Денис сейчас цитирует Прессу Да Были у него Один на один Разговоры Претензии Вот здесь ты не добежал Вот здесь ты не доборолся Нет Единственная была претензия Это Когда он там пошутил Помнишь Когда один раз Он сказал Что переводчик Романа Павлюченко Типа быстрее Бежал по полю Чем сам Рома Там на тренировке Такая Такую шутку Потом это у нас В прессе здесь писались И смеялись над этим Да никогда не было Он мне все время говорил Ты тренируешься Хорошо Но Понимаешь Это Англия Это Блин Это другой уровень Там Не тренироваться Там Или плохо тренироваться Там Ну это невозможно Потому что я понимал Уровень команды Уровень футболистов И Там игры Два на третье Бывало что через день Ты играешь Но Как там расслабляться Нет Такого не может А чтобы Переводчик Это правда Это действительно переводчик Который больше Потому что Эту историю Он мне рассказывал Знаешь где Он ее так любит повторять Был прием в посольстве Российском в Лондоне И когда я его спросил Поделитесь пожалуйста Единственным воспоминанием О Павличенко Ну вот самым главным И он такой Как будто Знаешь Ждал этого Чтобы рассказать эту историю И он ее так красочно Рассказал Просто как Да подло Он это все рассказал Подло Ну конечно Ну блин Ну я думаю Что он тогда в шутку Это не всерьез Просто начали воспринимать Это серьезно Просто как обычно Предматчевая тренировка И разыгрывали там угловое Да Наигрывали И он мне начал объяснять Что я В каком месте Должен состоять И если там Куда-то Мой игрок смещается Что он мне начал Объяснять Что ты должен идти В эту зону А не сюда А я его просто Не понимал Игры Я не понимаю На словах Уметь что-то говорит И говорит Я не понимаю Но его кстати Не так просто Понимаю И мой переводчик Стоял на бровке И я говорю Давайте вот переводчик Объясните Чтоб я знал Чтоб я знал Что мне Делать Но я Ничего здесь Такого нет Ну и все И он зовет И говорит Андрей Маш Иди сюда А ему Андрей Как ускорился Там Я не знаю Другого бы Андрея Обогнал Как конь Да И прибежал Быстро И вот после этого Он еще говорит Что он быстрее Меня там бегает Переводчик Но такое И пошло А там еще С нападающими В то время В тот Нахиме Работал Лес Фердинанд Помнишь Такого Но он Поднападающим И в чем заключалась Его роль Его работа Почему ты не мог Забивать В каждом матче Может он виноват Но у них В принципе Есть тренер По вартерям Это в Англии Нормально Есть тренер По обороне Это у нас Сейчас тоже нормально Но раньше У нас не было Это у нас Тренер по вартерям Как бы помощник Есть А так Чтобы Именно По нападающим Вот Фердинанд Он мог Во время тренировки Остановить Там Тренировку И объяснить Нападающему Куда должен бежать Куда открываться У тебя остался Какой-то совет От него Который Типа Вау Я раньше Об этом не думал Да нет В принципе Футбол Одинаков То что Мне рассказывали В Спартаке То и он Рассказывал Там ничего Такого Там не надо Было сальто Назал Делать Чтобы там Забить гол Такого нет Нормально И единственное Что он Очень часто Мы оставались Нападающие После тренировки Это практически Ну может быть Не каждый день Но через день И он давал Какие-то упражнения Там на удары На открывания Это часто Мы очень делали Практически За пределами Базовые тренировки Красоте Английских Женщин И потом Началось Я так понимаю Что было на самом деле Ты действительно Не мог Есть на базе Тотнехэма И действительно Английские женщины Так плохи После этой истории Я понял Что я с английской прессой Больше общаться Не буду Слушай Но Ситуация Не Почему Готовили хорошо Нормальная Кухня Нормальная Еда Но У меня Не пельмени Не пельмени Курица Рыба Все что мы кушаем Здесь Нормально Салаты Спагетти Рис Дело в другом Заключалось Дело в том Что я сказал Что у нас Обычно По тренировке Футболист Пришел Скупался И чистым Ты идешь Кушаешь Потом уезжаешь Домой Но Там была ситуация Что Я сидел И Пришли там Три или четыре Вратаря После тренировки В земле Да Они просто Зашли Грязные Перчатки Просто сняли Положили Пошли Взяли тарелки И вот эти Грязные Сели за стол Я так Со мной И для меня Это дико стало Что ты весь Грязный Потный Ты ешь За столом Хотя ну Пойди Скупайся Что это Вратарь были Урали Угомес Угомес Потом был Кудичини Был И там еще Два молодых Вратаря И я понял Что это Нормальная ситуация И игроки Потом приходили Также в бутсах Садились Кушали И я все время Я когда Это увидел Ситуация Я говорю Зачем Ну Пойди Скупайся Я уже По-английски Там Шеремаре Я им говорю Скупайтесь Придите Они мне говорят Не-не-не Надо После тренировки А потом Я спросил У тренера Професс Подготовки Почему Футболисты Сразу После тренировки Идут кушать Они моются И он мне сказал Что После тренировки В течении Там 30 минут Надо обязательно Покушать Это самое Быстрое восстановление Потому что Пока футболисты Купаются Этот час проходит И уже пользы никакой И они У них по привычке Это Они Я потом Не обращал внимания Так а ты сам После этого Разговора Подным ел Нет Я всегда Купался Я не мог Зайти в бутсах Или грязными Так Подожди Но по еде Да Ты говоришь Они тебя провоцировали Чтобы ты поругал Их английскую еду И потом Из этого Делал скандал Еду я никогда Никогда не ругал Когда мне спросили Про женщин Ты понимаешь Как звучал вопрос Роман Сравните Пожалуйста Какие Где В какой стране Красивее женщины В Англии Или в России Это провокация Да Слушай А ты не хотел Окей Соврать Им Чтобы им было приятно Зачем Слушай Ну я не могу И чтобы не было Потом тяжелых отношений Да мне было наплевать Но я правду говорю Ну Да не Я не мог Тем более Жена рядом сидит Зачем Нет Не Не Я не мог Но Я Они когда задали Такой вопрос А это была Я не помню Это газета Сам по моему Конечно Известно Да Тоже Камеры приехали Все И когда мне спросили Задали этот вопрос Я так на них смотрю И начинаю Знаешь Смеяться Я говорю А что сравнивать Я говорю Ну блин Ну Я говорю Ерунду сравнивать Я говорю Посмотрите на Женщин Английский Я просто знаю Блин Как себя ведут Женщины Что Какие они Их жизнь Я вам расскажу Почему И Наших Наших Женщин Я говорю Ну тут сравнивать Нечего Я говорю Это я Гринского Это небо И земля Ну блин С ума Подходили Лица Вытянулись И на следующий день Чтобы понимали Открываю Газету Сам Большая фотография Там Они нашли Английскую Модель Такая Вся Нафуфыренная И рядом Вот клянусь вам Фотография Ну Даже не женщина А бабуля В платке С костылем Старенькая Ну лет 80-90 И в майке Россия еще На всякий случай Нет И сверху надпись Посмотрите Роман Павличенко Сравнил Женщин Россия И Англия Вот посмотрите Две фотографии После этого После этого Я сказал Что я больше Ко мне не подходить И больше А вот за это Интервью Те потом прилетало Таких не болельщиц Тоттенхем Болельщиц Болельщиц нет Болельщиц нет Но Меня так Ребята подкалывали Команде Да Подкалывали И Хотя мне Всегда Ребята подходили И Все время говорили Ром Ну мы знаем Что у вас В России Женщины Самые Топовые Самые красивые Поэтому Ты говорит Не обижайся Не слушай Вот такая ситуация У меня произошла Неприятная Ром Ты же играл С кучей Крутых футболистов В Тоттенхеме Кто из них Самый крутой Ну не Каждый По своему Крутой И Такая Личность Большая Если брать Пофамильно А так Если Выбрать Из всех Ну наверное Это На тот момент Это Лука Модрич И Бел Те футболисты Я вот иногда Когда Лука Работал с мячом И иногда Остановился Смотрел На него И просто Блин А что Особенно Он делал Ты знаешь Человек Когда я никогда Не видел В игре Может быть Это случается Но это Очень редко Да и по сегодняшний день Что человек Никогда Практически Не теряет мячи В тренировках У него Мяч не отобрать Он Мне рядом Говорит Ты Когда Лука Принимает мяч Ты даже Не смотри на него Ты просто Беги в зону И ты туда Получишь Он так и делал Я просто Разворачивался Бежал И он туда И давал Так получалось И он Обрабатывал Мяч туда Куда надо У него Глаза сзади Он отдавал Справа Слева Он все видел Я всегда удивлялся А Бэйл почему Ну потому что Он Бэйл тогда Начинал только Правильно Он тогда в запасе Сидел В вашем Фринале Кубка Лиги С ним вообще Я вам историю Расскажу Я бы рассказал Сейчас сначала Расскажу Почему Бэйл Блин Но он машина Он в тренажерном Я за ним наблюдался Он работает Как он бежит А что он в тренажерке Делал того Что они делали Другие Ну он со штангами Приседал У него ноги были У него мышцы Бедра были Огромные Он с этой штангой Приседал Он с этими штангами Бегал Я за ним наблюдал Но он просто машина У него ударище слева Конечно правая у него Для ходьбы Да Но лево ударище И он конь такой был Ну им восхищались Что за история С Бэйл А вот история Это было при Рамосе Кстати Когда я пришел Лука Модрич и Бэйл Они на замене У Рамоса сидели Они выходили Играли Но практически На замене Вот И одна игра Вторая Бэйл выходил На замену Ну минут на 10 На 5 И все время Стоял свист Ну когда играли дома Свист Все трибуны Свистят Кричат Не выпуская Там Бэйла Я за этим наблюдал Одну игру Вторую И потом Я не понимал Почему Болельщики Не хотят Чтобы Бэйл Выходил На замену Потом я знал Его вопрос И мне сказали Что До этого Бэйл Как выйдет На замену Команда проигрывала Это реально Там я не знаю Сколько 8 или 10 Игр подряд Команда проигрывала И болельщики Потом просто Когда он Замена Бэйла Они там кричали Да не выпускаем И проиграем Такая ситуация Не была То есть Но они призывали Его вообще Не выпускать Или что Он в старте выходил Вообще Не выпускать Сейчас примерно То же самое В Реале Повторяется Слушай Ты называл Бэйла Того периода Очень скромным парнем А сейчас Он выступает В прессе Берет флаги И стремится Играть скорее В гольф Там постоянно провоцирует Руководство Реала И так далее То есть Он изменился За это время Стал прям звездой Звездой Или что Произошло Ты видел в нем Вот этого Здорового парня Я никогда не видел Чтобы он там Во-первых Я никогда Не слышал На треневку Чтобы он с кем-то Спорил Был каким-то Недовольным Его всегда Все устраивало Он Его не слышно Не видно Только Как он работает То что Сейчас он там Ругается С прессой С тренером Я с болельщиками Блин Я его помню Другим Я не знаю Почему С чем связано Муж ему там Агент говорит Надо Надо Чтоб ты уехал Не знаем Что из ситуации А ты с кем-нибудь С тех пор Как ушел Из Тоттенхэма Встречался После этого Не на поле А за пределами Из игроков Тоттенхэма И кто был последним С кем ты виделся Ну если не брать Черлук С которым В прошлом году Виделся С Вандервартом Когда На Кубок Легенд Он прижал За сборную Голландии Да За сборную Голландии Или за сборную мира Он играл Вот я его видел Так и что говорит Ничего Он мне Первое Когда мы встретились Он мне сказал Пап Хорошо выглядишь А потом Он говорит Посмотри на меня А у него Узяк уже Попочка такая Я говорю Ты тоже хорошо выглядишь Ну и все Он спросил Чем занимаешься Как твои дела Все быстро Быстро Это до игры было Слушай А у вас Твой лучший сезон Это третий сезон В Тоттенхэме Когда ты забил Там около 10 В чемпионате И там еще В кубках забивал И в этот же самом период Пришел Вандервард Собственно Вы играли с ним По сути в паре В атаке Это Самый оптимальный Для тебя был партнер Ну я со всеми Со всеми играл Из Дефо Ну мне больше всего Нравилось играть С Дефо Да Я даже помню Как-то и Дефо В интервью говорил Что Со мной ему Легко играть Мы дружили с ним Как-то Ближе всех И общались А дом Дефо Где-то был рядом С твоим Если я правильно помню Нет? Неподалеку Да там в принципе Все снимали Потому что Где я жил Там район Там стадион был Недалеко И база рядом Я был Я там 5 минут Езды от базы Жил И практически Все там снимали Дома И все рядом жили Про Дефо А ты понимаешь В чем ее Общий секрет Потому что Он тебя на год Старше всего А он продолжает Играть в футбол Он за Рейнджера Сейчас бегает Периодически Не угомониться Нет Потому что Я в тренажерный зал Ходил раз в неделю Он ходил каждый день Поэтому Мишуты играть Секунду То есть Когда говорят Что Роман Павличенко Немножко ленив Это правда? Нет Я на самом деле Не ленив Это не правда Я любил тренироваться Да я так Я в шутку сказал В Англии Там через день Ходят в тренажерный зал И это Обязаловка Такая для всех Независимая игра Завтра не игра Ты ходишь Работаешь Я любил тренироваться Не надо А есть какая-то история Которая характеризует Дефо Как Не знаю Человек Может быть не столько Как футбольного Профессионала Если ты говоришь Что вы с ним Чуть больше Чем с остальными Общались Ну а что Ну За пределами Там поля За тренировками С леви Была история Он долго играл За Тоттенхэм И там Было огромное количество На подачу Которых ты говорил При этом он Всех их пережил Мне очень нравилось Вообще Его стиль игры Он И справа И слева И так же Не знаю Может быть Понятно Что мы не похожи Потому что Маленький Он быстрый Но он бил И справа И слева Мне очень нравилась Его игра Он очень много Забивал Он забил Вообще Фору Где бы он Игра Он забивал Забивал Сюда много Можно Про нападающих Немножко На человеческий Ракурс Переведу Дефо Бэнд Крауч Дебайор Кин Гудьонсон То есть Действительно У вас была В том Тоттенхэме Толпа нападающих Еще Павлюченко Как вы там Все уживались Вы там Гвозди друг друга Не подкладывали В столовой Чтобы Конкуренцию Выиграть Нет Такого не было Все Как обычно Все через тренировки Доказывали Ну и Видишь Получалось Что Если бы мы играли Раз в неделю Там просто Два кубка Лига чемпионов Чемпионат Там очень много игр Мы играли И три игры В неделю Поэтому Времени хватало Для всех Играть Нет Такого не было Что бы там Кто-то Слушай А Крауч Единственный футболист На которого Ты смотрел Снизу вверх В своей жизни Ну я хочу сказать Адебайор Ну Хорошо На тренировках С кем флешнее было Бороться Вы же наверняка Играли там Дырдыры И так далее Бороться Со стороны Кажется С Краучем Нет смысла Нет А я с Краучем Мы не боролись Я с защитником боролся Ну и защитники были Все огромные Кинг был Здоровый Они в принципе Все Самое сложное Это было С кем бороться Кому вообще Нельзя было подходить Это Бенуа Саукотта Ага Он маленький Но он опасный Он Если Его Кто-то обыграл Он как шлепнет Что ты летишь Два метра А потом Задаешь вопрос Ты что делаешь Зачем ты это ешь Говорит Ты не обыгрывай меня Нет Он не обращал внимания Он был западло Что я его там обыграл Он не обращал внимания Бэйл Там бежит Или Модрич Он один раз Модрич Как дал Редно Постановил тренировку И выгнал его С тренировки Говорит А завтра у нас Играет Это предигровая Просто Дырдыр играли И Редом Мы думали Что он ногу Сломал Модрич Ну в принципе Обошлось Нормально Он выгнал И потом У него спрашивали Ну зачем В раздевалку Зашли Лука Ему Зачем ты Меня сзади Бьешь И он ему Ответил А что ты меня Обыграешь Не обыграю Меняюсь И когда Был Такие моменты Когда мяч Посередине Бежит Саукот И кто-то еще Все Все останавливались Лучше Оставить ему А он реально Просто Такой заведенный На борьбу Вообще Он сумасшедший Он и на тренировках И в играх Одинаково Не сломал никого Футболист сумасшедший Слушай Был еще В бытность Твой Тоттенхемия Игрок Который Как выяснилось Потом Сумасшедший Причем В самом Прямом Смысле Слова Аарон Леннон Ты помнишь Его в семнадцатом Году Нашли Идущим Просто По трассе И отправили В психиатрическую В больницу Слышал Как ты это воспринял Случай Но сначала не поверил Когда я прощал Эту новость Что он в больнице Что у него там С головой не в порядке Я не знаю Может быть Что-то употребляют Употреблял Я не знаю Потом он восстановил Вроде Да Он сейчас играет Забернул Сейчас Нет Так же Тренировался Ты не стал никому Там писать Что там происходит С ним Ребят Не Я сейчас Ни с кем У меня контактов Нет Я ни с кем Еще Если я когда уехал Там первый год Два Я писал Поздравлял С победой С голами Сейчас связь Вообще потерял Со всеми Нет Я не знаю Что произошло Но я никогда Не видел Чтобы он там Гулял Там пил Или что-то Потреблял Никогда Я не знаю Что произошло Другая неординарность Которая тоже С Тоттенхем Связана Почему-то Дэвид Бекхэм Который в Тоттенхем Не играл Приезжал Когда в Лондон Я так понимаю В свою американскую Бытность И тренировался С Тоттенхем А его хотели подписать Его Рэдом Хотел подписать Как раз До конца Чемпионата Оставался месяц И его хотели подписать Писали Что на один месяц Контракт ему дать И как раз Не знаю А ты потом Наконец-то Кто-то начнет Точно навешивать Штрафную С правой ноги Да нет Там и так Хваталось Там Бэйл Слева Леннон Справа Там без этого Хватало Ну что за Бекхэм За человек Вот если Вблизи Сейчас же Икона Просто для всех Я когда на базу приехал Я вообще На базу Я на тренировку Практически опоздал Я С трассы Сворачиваю в лес Как раз там метров Может быть 300 До въезда На базу Блин Людей Камеры Пробка Я на машине Не мог проехать Думать Что такое Я так понимаю Что все идут на базу Может что произошло Я не знаю Может быть Королева Или принц Там приехал Круче Да Думать Что такое Ну я как-то Раз 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 Понимаю Что там Минут 5 Остается До начала Тренировки Заезжаю на базу Блин Столько людей Что такое Захожу Уже все Переодеты Смотрю Идбэхом Тоже Переодеты В форме Наверное Подписали Будет с нами Я поздоровался Я помню К ним подошел Я ему такой Hello Аня Я говорю Good morning Как раз то утро Было Он такой Так скромненько Встал Good morning Такой Я у него Спросил Как дела Говорил Нормально Все Ну и все И переоделся И вот мы Тренировались Но в итоге Он где-то Месяц тренировался Но его так Не подписали Он тренировался С нами И вот мы Но тренировался Не как звезда А как Дэвид Бентли Да Такой же Вообще Он спокойный Я помню И дети его Приезжали на базу Тоже выходили Там что-то с мячами Тренировались Ну не с командой Отдельно А так скромный Тихий Сидел в углу Он приедет На базу Переоденется И сидит Там ждет Начало тренировки То есть не похож На того Бэхом Которого мы видим Да Да Вообще Скромняга Но На тренировках Я хочу сказать Он Выглядел Не хуже было Блин Я его смотрел Он пахал Он еще После тренировок Оставался Бил штрафные Делал передачи Даже пару раз Он меня просил Остаться Бить поворотом Я нападающий Дефол Крауч Оставались И он делал передачи Мы просто били Он сам просил И бил штрафные Все время Это была его тренировка А не ваша Кажется Что секрет успеха Футболиста В Англии Или вообще в футболе Просто оставайся После тренировок И делай что-то еще Да И Бэхом Постоянно Тренировался Хотя я думаю Зачем оно тебе Это надо А как ты думаешь Зачем ему это надо Да не знаю Но мне кажется Он голодный был Понимал Может что карьера Подходит к концу И он наслаждался Этими моментами Не знаю Но он сумасшедший Он вообще И Реднам на собрании Когда Бэхом ушел И он очень часто повторял Ребят давайте Давайте Надо работать После тренировок До И все время Ставил пример Бэхом Посмотрите Человека И ему уже там было Сколько Тридцать с лишним Заканчивал Играй как Бэхом Короче Да Да Мы его любили Его кстати Все так Уважали Любили Общались с ним Он очень простой Красавец Тот период Когда ты был В Тоттенхэм Эти три с половиной года Там было Несколько Относительных Достижений Для Тоттенхэма 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 Это был финал Кубка Лиги Это было четвертое место Попадание в Лигу Чемпионов Собственно Впервые там За 15 За 20 практически лет Это был Четвертьфинал Лиги Чемпионов Что из этого Вызывало Не знаю У болельщиков У команды внутри Наибольшие какие-то эмоции Типа Вау Мы поднялись на новый уровень Ну когда попали В зону Лиги Чемпионов Четвертое место Это достижения Когда Тоттенхэм Никогда не был четвертым И я Нифига себе Я попал в историю Четвертое место Заняли Мы как раз Обыграли Ман-Сити На выезде 1-0 Крауч забил Вот и обошли их И стали четвертыми Ну и конечно Лига Чемпионов Потому что Тоттенхэм Никогда Не доходил До четвертьфинала А ты чувствовал Что это предел Для команды Для Той Или все-таки Казалось Что на большую способность Ну я думаю Был предел Потому что Попали тогда Конечно Под Реал Ой Аккуратнее Можно Артур Лучше так и уберу Отправим Ну давайте Давайте Разошли Только вы там Семку так прям С большим уважением Откуда вы Увидели По командове Что-то у вас Ручка не пишет Пишите Попал Да Не пишет Здесь Нет Ну вы знаете Кто это Кто это Начеркал А если у вас есть Ну у нас Наверное Есть ручка у вас Да Нашли уже Вот в Англии Такого Держи В Англии Ордувини Можно мы С вашего позволения Хорошо Будь здоровым Да Семкин После После того как Прошли Милан И впереди Зажил Реал С Криштиану Роналду Тогда мы уже Поняли что Поборемся Но шансов Практически Не было Кстати Это же Те годы Когда Особенно Смачно Наверное Все Употребляли Это выражение Из фильма Заречь на Одно в брюге И говном Ты не был И до вершин Не добрался Вот это Вы обсуждали В команде Что над вами Так в кино Подшутили Над Тоттенхэмом Да нет Это было такое Или нет Да нет Не было Такого Ты же слышал Эту фразу Ну я слышал Такого не было Мне казалось Что тренер Может использовать Как мотивационный момент Например Чуваки Не Мы должны До вершин добраться Чтобы не быть Как тренировал Григориан Я уверен Мы уже и так На тот момент Добрались До вершин Мы сделали много Мы просто Набрали ход Мы в чемпионате Мы практически Дома В тот год Мы дома Я не знаю Мы По моему Только Манчестеру Проиграли Как будто Может быть Еще пару игр Проиграли Так мы дома Мы выносили Вообще все Я приезжал На игры Я понимал Что там Приедет Я не знаю Сандерленд Или Фулхэм Или еще кто-нибудь Что это уже Три очка в кармане До игры Еще понимал Мы просто Выносились Такая уверенность Была Уверенность была Вообще На выезде Конечно Потяжелее Было Все таки На выезде Чуть по другому А домашняя игра Вообще Просто Мы Мы Ливерпуль Выносили И мы Челси Не проигрывали Дома Как-то вообще Дома Единственное Помню Манчестер Приезжал Вот кстати По поводу Вершины Манчестера У вас же Был финал Кубка Лиги Это был Первый твой сезон Вы в феврале Девятого года Играли в финале Кубка Лиги Против Манчестера Юнайт Я поиграл Составе Да До 65 Минуты Ну Что ты Помнишь Отчетливее Всего Из того Финала Помню Что вообще У меня Шансов Не было Не ударить Поворот Ничего У меня тогда Прям Как Провальная Игра Была Это же Крышья Нужно бы Тогда играл Да Играл Ну а Побывай 0-0 Закончили Основное Время По пенальти Проиграли Да По пенальти 0-0 В основное Время Да Я помню Ухара Представляешь Такой игрок Ухара Был Ты помнишь Шикарный Футбольский Он не забил Пенальти И Хаддлстоун Шикарная пара В центре Поле Ухара Играл Да Это я помню А Уэмбли Я помню Полный Там всегда Финалы Штаммного Проходили Всегда И делили Всегда Стадион Я понял Полстадион Да Красный Остальные Все были Белый Блин Такая атмосфера Конечно А какие у тебя Уже Круто Отношения С фанатами Потому что Вот эти все Песни Помним Там Супер Супер Паф И так далее У меня Вообще Блин Самое Что никогда Не забуду Конечно Это Ну меня Любили Болельщики На самом деле Честно Любили Я знаю Что болельщики Не любили Крауча Не знаю По каким причинам Хотя Крауч забивал Позитивный парень Не знаю Его почему-то Не любили Трудно сказать Почему Может быть У них До этого Какие-то Были Много Клубов Зали Забивал Может быть За Ливерпуль Приезжал Там По три Забивал Не знаю Почему И когда Понятно Что он Выходил Болельщики Освистывали Всегда Крауча Освистывали И пели Всегда Про меня Песню И требовали Чтобы меня Выпускали Но когда Начинали Они петь Я понимал Что Во втором таве Выдан Замен Вот Кстати Важный Нюанс То есть Они пели Твое имя Когда ты Был на лавке Да То есть Они намекали Реднопу Типа Выпускай Да А ему Это не бесило Причем Это Случалось До первого Момента Не забитого Там Какой-нибудь Момент Если Крауч Не забил Пускай Это будет Пятая Минута Или Десятая И вот Они ждали Если он Если он Забьет То спокойно Продолжал Играть Если он Промахнется Или Даже Там Какой-то Неточный Пас Который Казалось Можно Закрытыми глазами Отдать Или Что-то В атаке Испортит Все Я Они Начинали Петь Как это Звучало Все Помнят Дочка Твоя Пела Пела Супер Пав Супер Пав То же Самое Они поют Про всех Игроков Кто ложится Чейно Ложится В флаг Ты же два раза Был У семьи Павлюченко В Лондоне Да Я как раз Помню Сцена Как дочка Твоя Поет Эту песню А когда Я был В одиннадцатом Году Ты говоришь Ах Забыла Уже Потому что Перестали Петь Из Вот Из двух Моих визитов Домой К Роме В Лондоне Я почему-то Запомнил Контраст И мне Не могу Для себя Разрешить До сих Пор Вот Это Противоречие В десятом Году Ты сказал Что Все ужасно Надо отсюда Валить Что Англия Страна Где невозможно Тебе жить В одиннадцатом Году Ты сказал Что Лондон Это лучшее место Для жизни Вот Что Из этого Правда Сейчас Ну если Поехать туда Просто жить Да У тебя Много денег Ты там Живешь Магазины Там Там Для жизни Город Кай У меня Много Друзей Там Русскоговорящих Ресторанов Много И русские Рестораны И магазины Как бы У меня Жизнь Устроил Ну Может быть Это связано Там С тренировочным Процессом Общением На тренировке Я вот У меня Напрягало Что я Мало Общаюсь С ребятами Хотя Хотел Много Общаться Из-за Языка Моему Это Была Моя Большая Проблема А вот Нельзя Было Сесть Напрячься И выучить Ну слушай Ну я хочу Сказать Что Я После тренировок Приезжал учитель Ко мне Англичанин И мы Два часа Постремил Каждый день Я с ним Занимался Но Это не помогало Самое Что надо было Делать Это Заходить в раздевалку Или там На выезд Мы полетели Куда-то Просто Все что знаешь Лепить Мне так говорили Впереводчик Лепи все что знаешь Спрашивай Хоть правильно Хоть неправильно Но я не мог Ты стеснялся Я стеснялся Я стеснялся Того что Мне оказаться Идиотом Чтоб на меня Думать Что ты несешь Идиот Я это стеснялся То есть ты предпочитал Лучше помалкивать Лучше молчать То что знаю Там спросить Во сколько тренировка Во сколько отъезд Во сколько ужин Такое Какие-то вопросы А чтобы что-то Разговаривать Общаться Я стеснялся Неправильно поставить Вопрос Слово неправильное Ты сказал О сожалении Вот сейчас Ты сожалеешь Ты сожалеешь О том что ты уехал А сожалеешь о том Что ты как Не пользовался Этим советом Не лепил Да Если сейчас Мне вернуть Я бы остался В Англии Я бы сейчас Разговаривал бы Лепил Все подрел Лепил Знаю Не знаю И мне говорили Да ты говори И ты быстро Научишься Только так А вот это Сидеть с учителем Это такая ерунда Я не верю Что мне Кто-то скажет Я там полгода Дайте мне с учителем Я выучу язык Нет Это фигня Надо с ними Общаться Разговаривать Тогда ты быстро Начнешь болтать Вот в этом промежутке Между визитами Журавеля К тебе в гости Был Трансферный период Летом десятого года И там много слухов Ходило В частности Слух по поводу Ливерпуля Что там В последний день Сорвался Твой переход Из Тоттных В Ливерпуля Это реально Было такое предложение Но Речь не шла О покупке А речь шла О арене Но на Предложение Было 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 Да И я же говорю Мне Леви сказал Что я тебе В Англии Не в аренду И не продам Хоть буду давать Какие-то большие деньги Потому что Он тоже понимал Что болельщики Меня любят Если меня Леви продаст То они начнут И вот Тем более в Тоттных О в Ливерпуль Ну конечно Почему-то В новостных Везде Сводках Того времени Написано Что Павличенко Сам отказался Переходить В Ливерпуль Это все Неправда? Нет Это не правда Это видимо Наверное Клуб Нет У меня Не было Что У меня Там На Ливерпуль Езжая В аренду Такого разговора Вообще Не было Никогда И я же Говорю Мне Леви Сам сказал Я тебя В Англию Не отдам Потому что Я тебя Рассматриваю Как усиление Команды И болельщики Меня не просят Чтобы помнили Наши зрители И слушатели Тогда Ливерпуль Это не тот Ливерпуль Который Сегодня Он за чемпионство Не боролся Его тренировал Рой Ходжсон Еще один Английский Старикашка Вот бы тебе Слежно Было Редно Позвинить На Ходжсона Про Ходжсона Столько Историй Еще больше Чем про Редно Там Ливерпуль Хьюпи Еще был Джерард Был Джерард Там всегда Да Ну я Застал Еще Мне кажется Что вы были Такое ощущение Что вы были На состав Представить Плюс-минус Да Один уровень По составу Торрес Торрес Помнажа Еще был В той команде Ты говоришь Про лепитие На английском А когда туда Приехали Ты же первым Был из русских Футболистов Того периода Кто переехал Тоже потом Там и Ршавин И Жирков Павлюченко Вот вы когда С ними общались Они Как себя вели В быту Вот с точки зрения Проникновения В культуру Кто из них Лепил Я знаю Андрюха Ршавина Ему было Полегче Он уже До этого Знал Более-менее Язык Ему было Полегче С Билом Не знаю Какая ситуация Юрка Жирков Знаю Что Такая же Проблема С языком Но у него Ему было Полегче Потому что Иванович Был в Челсе И Иванович И на русском На английском Помогал ему Все Поэтому В этом плане Им было Полегче А Мне иногда Помогали Лука И Ведран Чарлука Потому что Многие слова У них Русские Ну хорватские Да И они Меня чуть Помогали А что Вообще Были за Тусовки Наших В Англии Когда Стало Максимальное Количество Аршавин Жирков Билили Лединов Правда В Ливерпуле Но все Бил Каждые выходные Приезжал В Лондон Все время Потому что Про все уважение К Ливерпулю Что Манчестер Что Ливерпуль Там жить Невозможно Просто Невозможно Оттуда люди Бегунные Понятно Что там Лучшие команды Одни из лучших В мире В Англии Но Города там Ужасные Я вообще Не знаю Поэтому Бил все время Я не только От Бильдинова Слышал От многих Футболистов Так что вы делали Когда вы пересекались Прямо четвером Пересекались Такое тоже было Ну с женами С детьми Мы Ходили на какие-то мероприятия Какие-то концерты В рестораны Ходили вместе И даже Новый год Праздновали вместе Как-то Пытались Вместе Как-то держаться И общаться Кто мог быть Из легионеров Вашей тусовки Ну в смысле Не из русско А не из россиян Были кто-то Из игроков Этих команд Когда мы встречали Что-то Нет Слушай А ты же Пересекался С Плютикосой Там В Тоттхеме И в Спартаке Еще до этого Или Были в Спартаке Вместе Да И он Но ненадолго Я не знаю Схоже Ты там его встречал А не он тебя Правильно? Я его встречал Так и Я был удивлен На самом деле Потому что Я новость Не слышал Про него Мне как-то Чарлука Сказал Что может быть Прийти косо Приедет О блин Кайфово Ну и все Как-то сказал И сказал Каких новостей Не было Что он точно Там Подписал контракт Приехал Я в развивал Когда зашел Я увидел Говорю Стиви Говорю Ничего себе Какой судьбой Какими судьбами Говорю Ты что У тебя вообще Стук в развивалке Открыти Бэк Опа Да Я как Зайду Так кто-то сидит Бэк Плите косо И он сказал Что приехал Я не знаю Сколько он там Побыл Ну малость Низка мисс Не знаю И вот мы Ну он мне Очень сильно Тоже помогал Потому что мы На русском С ним общались И он Переван У него Английский Хороший Мне тоже В этом плане Помогал Я сейчас Рассказываю Что я вообще Как дровосектор Мечки Зал Нет Но Мне было Где-то Ну наверное Года два Тяжело Потом Уже Я начал Болтать Уже чуть понимать И я уже Мне было полегче А когда у тебя был гостяк Тоже запомнил Что ты смотрел Все-таки русскоязычное телевидение Ты так и не Сразу Да Ты не перешел На просмотр Там Sky Нет Я сразу установил себе НТВ плюс А вот это как раз Рома И ошибка Из всего этого Знаешь Мое просто Ощущение Что Роман Павлюченко Для того Чтобы Круто играть в футбол Необходим Вот какие-то Раздражители внешние Типа там Вот эти Обидные прозвища От Хидинка Типа Спящего гиганта Какие-то Подзатыльники От Федотова Вот то Что Тебе не выпускает Запас от Рэдна Тебе не выпускает Рэдна Ты выходишь И там Каждый второй матч Ты забивал Нет такого Что Ну это может быть Ну блин Ну трудно сказать Может так совпадало Просто Я не играл Там две игры Злой Выходил Забивал И там кто-то Про меня скажет Выйду Забью Не знаю Кто-то так говорит Слушай Но если взять Голые цифры У тебя Они очень хороши В Тоттенхеме Особенно Если сравнивать С локомотивом Последующим Насколько бы ты Как бы ты сейчас С высоты Уже лет Насколько ты Процентов Реализовал себя В Англии По-твоему Ну мне себя Трудно оценить Наверное Должны оценить Люди Которые Видели Здесь как раз Важно Внутреннее Ощущение Потому что Я считаю Что Те годы Которые я провел В Англии Я не жалуюсь Пускай я там Не все игры играл Но я считаю Что я правильно Делал все Забивал Я бы ничего Не стал менять Не хотел бы Так вот Если По игровым качествам То есть лишний раз Тренажерку бы тоже Не пошел Не считай То что требовал Тренер Я все выполнял Может быть да Лишний раз Там для себя Не ходил Сам индивидуально А уже после того как ушел Не прилетали какие-то Слова от фанатов Типа Роман Ну Возвращайся Потому что не подобные Слова поддержки От фанатов английских На английском Ну я хочу сказать В инстаграм Если я там Выставлю поддержку Там Перед Финалом Лиги чемпионов Выставили какие-то Фотографии Связанные с Тоттахом То мне сразу Начинают писать Болельщики Там Супер Пап Мы тебя помним Там Как дела Спрашивают Да А вот Да Если предположить Ты приезжаешь Сейчас На вот этот Новый Роскошный Стадион Тоттенхэма Идешь на матч Ну любой Ты не был Что-то на нем Еще Не-не-не Вот как думаешь Что будет Вот ты идешь Что будет Я думаю Что меня узнают Ну Будут подходить Там Фотографироваться Там Пап Пап Кричать Я не знаю А Леви Как бы встретил Как сына Не знаю По заднице Может быть Не-не-не-не Ну я думаю Так же Спросил Как пожелаешь Как твои дела Не знаю Трудно сказать Наверное Меня не встретят Больше никогда Меня очень волнует Вопрос Когда Все-таки Тогда вы Последний Уже точно Когда Тоттенхэм Выиграет трофей Как ты думаешь Будем надеяться С Мауриньем Мауриньем Такой Такой тренер Что Может и выиграть Что-то Ну будем надеяться Что Ну конечно Хочется Я просто знаю Что люди Да Президент клуба Что он делает Для команды Что он живет Командой И понятно Он хочет Какие-то трофеи Чемпионаты Выиграть Ну Шанс Шанс большой Выиграть Потому что Глядя на Сегодняшние команды Но Мансити Конечно Ливерпуль Ну Можно с ними Играть Сейчас Это раньше Был Манчестер Да И тот Ливерпуль Которым Без шансов Было Челси Тот Челси Когда играл Лэмпорт Там Все А сейчас В принципе Со всем Можно играть Можно выиграть Я буду только рад Это Англия Истории Мы продолжим Рассказывать Английские истории С теми нашими Кто там играл Роман Павлюченко Был у нас первым Следите за Обновлением